Всем доброго здоровья! Это специальный выпуск Донбасс Реалии. Мы покажем эксклюзивные кадры фактически. Это будет видео-экскурсия по Донецку во время всемирной борьбы с коронавирусом. Истерия небольшая есть. Ничего не поможет. Ни маска, ничего не поможет. Так, где гречка? Где гречка? Антисептиков сейчас нет, масок тоже. Сколько влезло, столько и поехало. Это ощущение, что всем просто как-то пофиг. Закрыт и не работает из-за коронавируса. Я сейчас в маске, потому что здесь, в Киеве, уже две недели как карантин. И без маски на самом деле даже в продуктовый магазин не зайти. Но на улице, как говорят врачи, ее носить не обязательно. Особенно, если рядом нет людей, как вот сейчас. А что же в Донецке? Будний день. Вот он. Улица Университетская, одна из центральных улиц города. Но людей в масках не видно по городу. Кафешки открыты, в магазинах обязали одевать марлевые повязки продавцов. И слух идет о том, что скоро закроются салоны красоты. Истерия небольшая. Есть, конечно, в головах дончан. Скупают потихонечку в магазинах. Судя по видео из Донецка, продуктов питания в магазинах достаточно. Но в ключе от Киева покупатели не носят маски. Более того, сами продавцы без масок и работают в обычном режиме. Как будто никакого коронавируса нет. У вас есть какое-нибудь опасение по поводу коронавируса? Ну, где-то там в глубине души есть. А так, по-моему, нет. Мне кажется, все это раздуто. Ой, да, я, в принципе, дома сижу. А так, ну что, от него прячься, не прячься. Если получится, то так и будет. Мне многие говорили, что коронавирус передается через касание. Поэтому я не ограничиваю себя от общественности. Я просто мою чаще руки с мылом. А что будет, то будет. А что к ему будем посетить. От этого ничего не поможет. Ни маска, ничего. Если суждено, значит все, финал. Антисептиков сейчас нет, масок тоже. Ну, руки часто моем. В основном дома сидим. Да. По необходимости из дома не выходим. Стоит сказать, что на улицах Донецка все эти дни достаточно многолюдно. По крайней мере, народу визуально больше, чем в том же Киеве. Я приехал к одному из самых больших супермаркетов наших местных. Молоко. Сейчас мы зайдем вовнутрь и посмотрим, есть ли дефицит на гречку и туалет на бумагу. Дефицита туалет на бумаге нет. Дефицит на крупы отсутствует. Что у нас? Макарон полно. Так, где гречка? А где гречка? Рис. Перловка. Подтверждается, гречки я не нахожу. А гречки-то и нет. На этом тему с продуктами можно закрывать. Продавцы и покупатели говорят, всего хватает. Поставки идут из России. Мы еще хотели показать вам рынки. В отличие от Киева, они работают. Причем не только продуктовые. Рынок ЖД вокзала. Приехали посмотреть, работают ли рынки. Потому что мы во многих городах позакрывались. У нас работают. Та же проблема. Продавцы без масок. Покупатели тоже и продают. Здесь не только колбасу или крупы, но и одежду, сумки какие-то. В общем, все, что и раньше. Маска есть, потом спрей для рук. Дезинфекция. Перчатки. Вот они, одноразовые. Но вы знаете, ажиотажа, как бы можно сказать, не наблюдается. Ну, может на одну-две единицы чуть-чуть больше. Чтобы просто лишний раз никуда не выходить. Нет, я не закупаю еще. Как всегда, как покупали, так и покупаем. Дальше мы идем в аптеки. Сразу скажу, что в первой мы сняли продавцов в масках. Во второй без них. Скажите, а маски есть? Маски нет, да? Я понял. Спасибо. Антисептики есть, масок мы ожидаем. Пока что их нет. Аптеки обеспечены всеми противопростудными препаратами. Ну, все как бы есть в наличии. А вы знаете, я как-то у меня дома все есть. Я только купила календулу и солицилы. Вот солицилы сегодня Москва передала. Солицилка, перекись, салфетки. И обрабатывать трубки. Ну, у меня уже было. Я все добавила, спиртику и все. В какую бы аптеку я нашего города не заезжал, масок нет. С парацетамолом также дефицит. Также отсутствуют термометры, потому что термометры в обязательном порядке. Нужно каждому ребенку давать в детский сад, как я знаю. Ну, и дезинфекторы все разобрали. Вот эти вот маленькие такие руки, в общем, дезинфицировать. Масок везде нет. Я думаю, все уже знают, что в Киеве попасть в общественный транспорт можно только по спецпропускам. Полиция контролирует количество пассажиров, не больше половины посадочных мест автобуса или троллейбуса. Словом, карантин. А вот в Донецке ничего не изменилось. Ну, у нас вот так вот подъезжает маршрутка. Вот я стою на автовокзале. И вот видите, и туда грузится сколько там сразу. Сколько есть человек на остановке, столько туда и грузится. Никто этот процесс не контролирует, абсолютно никак. Никакого запрета у нас нет. Сколько влезло, столько и поехало. И все. Вот там стояло человек 20, да. Вот все они забивают автобус. Какие-то проблемы с транспортом сейчас есть или нет? Я не наблюдала. А какие быть ограничения там по количеству людей, ну, что-нибудь связано с коронавирусом, или все по стандартам? Ну, я заметила одну приятную неожиданность, что висит листовочка с предупреждением, что нужно мыть руки, не касаться рта, носа, там, не употреблять продукты питания в транспорте. А транспорт ходит, по-моему, нормально. Я смотрю, вы в маске, это ваша инициатива? Да, да, конечно. Стараемся. Их, правда, нету, но как-то нашел. Как вы вообще наблюдаете настроение в Донецке, в ДНР? Да, люди вообще, такое ощущение, что всем просто как-то пофиг, радуются жизни, никто ничего не боится. Ну, я думаю, это, конечно, плохо, конечно. Надо немножко как бы, больше как бы, немножко как бы, ну, как бы меры предосторожности все равно какие-то иметь. Теперь давайте поговорим о кафе и ресторанах. Во всей Украине, как вы знаете, они закрыты и работают только на доставку. В Донецке начнем с Донмака, место, которое когда-то было Макдональдсом. Ну, как видите, на летней площадке никого, потому что холодно, а сам Донмак работает. И причем работают внутри, они без масок. Вообще обязала у нас уже работать в масках во многих учреждениях. Донмак, хоть и пищу они, но работают они без масок. Еще одно из заведений нашего города, Юзовская пивоварня. Работают. Кафешки работают в парке, вот в парке кафешка, музыка играет, работает. Можно зайти перекусить. Вот даже цены выставлены, смотрите. У нас шашлычок под коньячок, салатики, жаркое, горячие закуски, бутерброды горячие, пивко и киномультзал. Еще одна кафешка, от которой активно пахнет шашлыком. Еще одна кафешка, называется Влад. Тут уже выставлены летники, даже столы накрыты скатертями. Кафешки в Донецке функционируют все. Вы сейчас ходите в кафе, в торговые центры, в магазины? Ну, в принципе, да. Не переживаете по поводу коронавируса? Если честно, особо нет. Конечно, да, профилактику, естественно, делают, как любой нормальный здравомыслящий человек. Но как-то особо поддаваться панике нет такого. То есть отношусь к этому без фанатизма, скажем так, к этому коронавирусу. Дома сидим, карантин все-таки. Ну, если об этом говорят по телевизору, в общественных местах, надо остерегаться, надо себя беречь. Здесь давайте немного поговорим о статистике. Есть данные Восточной правозащитной группы, согласно которым с 16 по 23 марта в Луганской области с подозрением на пневмонию в больнице попал 61 человек. В Донецкой области – 81. Самоизоляцию тех, у кого диагноз пневмония подтвержден, контролирует так называемое МГБ. У украинского Минобороны есть данные, что в Луганске с подозрением на COVID-19 умерло 9 человек. В то же время группировки ЛДНР любую неприятную информацию о коронавирусе скрывают и в том же Донецке внешне живут, как и раньше. Донецк-сити. Здесь, в этом торговом центре находятся кафешки, ледовый каток, куча различных магазинов одежды и супермаркет продуктов «Парус». Торговый центр работает, как вы понимаете, по количеству машин. Практически вся парковка забита, несмотря на то, что есть еще и у них подземный паркинг. В четыре этажа вроде бы, я не ошибаюсь. Будет еще и еще и еще хуже, если мы закроем такие центры. В такие центры и так мало людей ходят. И мы желаем, чтобы наша инфраструктура города работала в полном объеме. То есть люди экономически могут пострадать. Также наши жители желают какого-то разнообразия. Нет, я не опасаюсь. Я меры предосторожности соблюдаю. Ходил маски, вот, купил антисептики. Он ребенок в общественном транспорте, масочки ходит, мы тоже маски одеваем. В больнице мы были, тоже маски и бахилы. Так что ничего страшного. Никаких у меня опасений. Всю жизнь был грипп, и всю жизнь мы как-то лечились. И, слава богу, до сих пор живы. Стоит сказать, что понемногу на оккупированных территориях все же начали вводить некоторые ограничения. С 23 марта закрыли театры, кино и филармонию. Также группировки ЛДНР запретили различные культурно-массовые мероприятия. Кинотеатр «Звездочка» не работает. А вот видите объявление. Театр оперы и балеты. Донбасс-опера. Театр закрыт и не работает из-за коронавируса. Вот. Уважаемые зрители, в связи с профилактическими мероприятиями по предупреждению распространения коронавирусной инфекции театр закрыт до особого распоряжения. Просим отнестись с пониманием. Будьте здоровы! Школы в Донецке не работают. Но не из-за коронавируса, а просто ушли на плановые весенние каникулы. Казалось бы, дети должны где-то гулять на улице, в парках, еще где-то. Но есть места в городе, где совершенно пусто. Парк Щербакова. Захожу я с задней стороны, со стороны стадиона «Шахтер». И оказались сразу мы сзади сцены. Это, в принципе, любимый, наверное, парк горожан. Здесь проходят все концерты, которые у нас в городе. Несмотря на то, что будний день, 11 часов дня, я еще не встретил ни одного человека. Парк полностью пустой. Детские площадки пустые. Пустые детские площадки и в Киеве. Но здесь, в отличие от Донецка, пользоваться ими официально запрещено. Также не ходят автобусы между городами, а на оккупированных территориях транспортное сообщение не ограничено. Автовокзал Южный. С автовокзала Южного у нас можно было уехать раньше во многих направлениях, в разные города. На данный момент сейчас вот я перед собой вижу автобусы Донецк-Янакева, Донецк-Харциск. В общем-то, ну, внутренние, внутренние по территории республик. По количеству пассажиров, которые в автобус садятся, ограничений никаких нет на данный момент. То есть зеленый свет. Ходят автобусы и в Россию, хотя 18 марта РФ запретила въезд жителям оккупированных территорий, тем, у кого нет российского паспорта. Но через несколько дней границу открыли. Вот как сейчас выглядит один из пунктов пропуска. Фуры стоят в очереди. На этих кадрах не видно автобусов, хотя на Донецком автовокзале их, как и пассажиров, достаточно много. В гости просто едем. В гости отдыхать. То, что границу в России открыла, как вы к этому относитесь? Ну, наверное, к какой-то степени признание нас, как республики или как жителей республики, это раз. А во-вторых, как бы, ну, здесь и плюсы, и минусы есть. Минусы в том плане, что Россия немного обширнее страна, чем Украина. И людей больше возвращаются в ту же самую Испанию, Италию. Поэтому большая вероятность заразиться. Ситуация с коронавирусом не помешала, не повлияла на ваши планы? Ну, нет. Это сильнее грибы. Все нормально. Донецкие люди закаленные. Шахтеры – народ закаленный. Теперь о КПВВ. С 22 марта они закрыты. Но в украинской погранслужбе говорят, что при критически важных обстоятельствах готовы пропускать отдельных людей. Правда, у группировки ЛДНР любое передвижение ограничили. В то время как в Украине и России количество случаев коронавируса идет уже на сотни подконтрольной РФ-администрации на оккупированной части Донбасса, информацию замалчивают и невозможно сказать, количество больных скрывают или не могут диагностировать из-за отсутствия тест-систем или зараженных действительно нет. Как отсутствие карантина и других профилактических мер со стороны группировок ЛДНР может повлиять на распространение коронавируса в оккупации? Об этом мы поговорили с Аллой Мироненко из Института эпидемиологии и инфекционных болезней. Слід розуміти, что если вирус уже появился в людской популяции, передается от человека до человека, то инфекционное – это уже вопрос времени. Но когда инфекционная и захворяет тяжело большая количество людей, то неможливо всем надать квалификованную и качественную медицину. Если это растягнуто в часе, то с этим еще можно впораться. Вот карантин именно для того, чтобы, если и захворяют люди, чтобы не все одночасно, иначе это будет катастрофа. Больше хворих, значит, будет и высший высоток летальных случаев, потому что всем одночасно надать квалификованную помощь будет неможливо. Как ситуация на неподконтрольной территории может развиваться дальше? И насколько серьезная эта угроза? Небезпека велика. Справа в том, чем это закончится для подконтрольної территории. Если там будет катастрофичная ситуация, то они начнут, мне кажется, намагаться выезжать и ликовать на нашей территории, на той, которая подконтрольна уряду Украины. Вот треба быть законодавчо и организационно до этого готовыми. Что мы будем делать? Треба вырешить. Пока такое впечатление, что в Донецке еще не до конца осознали опасность эпидемии. И так же, как еще несколько недель назад, здесь, в Киеве, пытаются жить привычной жизнью. Пока. Места массового скопления обычно у нас молодежи. Это бульвар Пушкина. Ну вот, как видите, здесь зона, где можно посидеть в кафешках. Людей здесь немало. Судя по машинам, хотя всего лишь полседьмого вечера на самом-то деле. Заведения работают. Вот Барбери. Справа Миллениум. Пирамидка. Все работает. Коронавирус не берет дончан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова